Добрый день, дорогие мои. Я должен предупредить то, что собираюсь вам сообщить, не назовешь докладом, в привычном смысле этого слова. Я в последние месяцы много чего написал в разных стилях и жанрах, но сейчас я вдруг неожиданно ли себе осталось осваивать новый и для меня жанр. Я не знаю, как его назвать, но попробую назвать его научно-художеством. То есть это уже не истоистика даже, а это что-то с претензиями на качество художественного текста. И вот я это и буду читать. К счастью, это небольшое сочинение. И посвящено, называется оно «Подежорами и над ними». Я имею ввиду известное вам всем Кушкинское строение «Подъезжая подежоры». «Подъезжая подежоры, я взглянул на небеса». Спрашивается «Где ежоры и где небеса?» Вчитываясь в строки полушутливого сикотворения, чуть не из числа самых значительных и великих у Пушкина, хочется высказать несколько замечаний. Пушкин непринужденно начинается к творению здесь причастного Роборота. Притом, та же насквозь прошитая аллитерациями и сонансами первая строка оканчивается малоизвестным названием незначительного поселения «Под Питером», названием, служащим рифмой, то есть важным не только для повествования, но и для поэтического строя. Этот пустяк – одна из тысяч восхитительных пушкинских дерзостей поэтических, столь обгонявших его время и дотянувшихся до нас, потому что нынче мы бы не обратили на такой прием никакого внимания. Но это написано в истерии этому надо. И совсем-совсем крошечным камушком ложится в знаменитую и затертую формулу Аполлона Григорьева. «Пушкин – наша вся». Раздумья про себя в коляске под дежурами – для начала какое смысловое снижение? Это щербинка из трех слов, но с очевидностью брошенная поэтом в огород собственного романтизма. Цветворение слышится и смотрится на фоне его прелестных младенческих поэм, да и лицейских стихотворных шалостей и разминок, о которых, между прочим, так хорошо написал Андрей Санявский. «Надобно отступить от непосредственно темы заминки, чтобы подступиться к ней шире. Литарь презренный прозе клонит Пушкина, я имею в виду не род литературы, а прозу жизни, сперва сопровождавшуюся в поэзии иронии. Мы правим сегодня сказать, что художество клонили к прозаичности культурно-исторические лета». И Евгений Онегин, написанный пятью годами раньше, чем подъезжая под дежурами, опять-таки начинается дядей, который не в шутку занимал и уважать себя заставил. Он лучше выдумать не мог. Начальная фраза равно и заключительная в литературе, особенно в поэзии, обладает, как известно, особой смысловой важностью. И Пушкин обдуманно открывает многопланового Евгения Онегина прозаично и иронически. Когда посреди еще не изжившей себя традиционной и условной приподнятости, она в Александре Григорьевиче не изжила себя до конца его творчества, Возникает потребность в снижении прозаичным смысловом противовесе. Это сигнал о приближающемся конце романтического канона. В Онегине, романе, хотя и в Сихаде, встречаются и постоянно перемежаются оба культурно-смысловых состояния, оттеняют и теснят друг друга. Сочинение колеблется между трезвостью и трепутностью. Не затрагивая здесь ни деревня, где скучал русский чай Гороль, ни самого Евгения, ни Татьяна, ни двух контрастных объяснений между ними, довольно вспомнить Лемского, всего доходящего до комизма, приподнятостью и приятного обыденного уровня. Лермонтов, самый гениальный и загадочный спринтер нашей словесности, идя по пушкинским стопам, с одной стороны вскоре взвинтит отечественный романтизм до еще большей пронзительности, напряженности, до трагической и, так сказать, предсмертной и для Лермонтова, и для романтизма высоты демона, а с другой стороны подхватит те же изжоры, превратив их в захолустный тамбов. Тоже в первой строке, но уже целая поэма. Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда. О следующих трех строках летучего четырехстопного хорея. Я взглянул на небеса, от коляски и эжора, от содержательного низа, вдруг взлет к небесам на три октавы поэтической клавиатуры и восполнил ваши взоры. Сразу же вверх, но только на две хтавы, то есть сразу же вниз, простите, но только на две хтавы, не какие-то приземленные эжоры, а глазам живущих в городке лукавой прелестницы. Впрочем, эжоры тут же несколько лишаются приземленности. Синева, ее глаз, соединяет эжоры с небесами, нанося в быстрый трель легату. Так, между небом и землей, Пушкин непритязательно не означает, выстраивает по вертикали, без тени, скажем, державенской риторической величавости, ты царь, ты раб, в свое поэтическое пространство. Меня заинтересовали, поддержая подежуры, сплошные то не для девичьих ушей, не совсем для девичьих ушей, как вампир именован в губернии Тверской, то скромное изящное возвышение и снижение смысла. Ведь это характерно для всего пушкинского творчества. Но поражает степень концентрации, выпады рапир от строки к следующей строке, а то и между двумя словами внутри строки. Позволительно также увидеть них, условно, конечно, вертикаль поэтического пространства, изобразил ее метафорически, конечно, как смену пианистических регистров на смысловой кавиатуре. Хоть я грустно очарован вашей девственной крысой, вверх! Хоть вампиром именован я в губернии Тверской, вот так спуск. Но коленства их пред вами преклонить я не посмел, и влюбленными мольбами вас тревожит не хотел, вверх! Уже упиваясь неприятно хмелем светской цуеты, позабуду, вероятно, ваши милые черты. Легкий стан, движение стройность, осторожный разговор – это скромная спокойность, хитрый смех и хитрый взор. «Если же нет, по-прежнему следу ваши мирные края, через год опять заеду и влюблюсь до ноября». Включат очаровательно мгновенные смысловые переброски либо перемешивания, правды обостренной поэтической почтительности. Смыслы улыбчиво или слегка задумчиво сталкиваются, повторяя даже в двух словах, поставленных рядом. «Грустно» – очарован, «упиваясь» – неприятно, «хмель», «цуеты». Не стройный стан и легкие движения, как в обычном слове употребления, но легкий стан и стройные движения. «Скромная спокойность» и «осторожный разговор», «хитрый смех» и «хитрый взор», то есть «осторожная скромность», «смеющаяся спокойность», «скромная хитрость». Возникает сугубо поэтическая смысловая объемность. Продолжаются уже сведоточные только воспоминания о девушке, если понадобится, потом покажу, кто и была эта девушка, и потому лишь с небольшими вертикальными диапазонами движения пальцев по смысловой клавиатуре. Чуть выше, чуть ниже. Позабуду, вероятно, вниз. Ваши милые черты. Вверх. Если же нет, неужто опять вверх? Через год опять заеду. Еще как вниз. Он и сейчас не приехал, а заехал. И влюблюсь. Вверх. Но следующее, последнее решающее слово вниз, вниз. до наиболее. Самоироничный и весомый в музыке басовый аккорд. Заключительное понижение веселой музыкально-смысловой темы. Моя пространная метафора с уподоблением снижений и возвышений содержательной окраски в стеках, понижением и повышением тона в музыке, разумеется, спотыкается. В музыке понижение вряд ли может быть ироничным. Оно мелодию успокаивает, подтверждая тональность. Если толковать обо всем поэтическом творчестве Пушкина, то, как все помнят, смысловой диапазон любовной темы у него, без малейших затруднений, без предельных. О, счастье ты, прелестных дурах. До, я вас любил так искренне, так нужно. Примеров много. Я выбрал из них тот, в котором относительно уравновешены искреннее увлечение и волокитство. Хоть в конце концов, поведанная история исполняется ко второму. Но мы, ближе узнав поэзию и драк Пушкина, поступили бы при их оценке некорректно. И некультурно. Сами склонившись к любой из сторон. Ведь у Пушкина обе стороны гармонически неразлучны. Ты прострелен на дуэли. Ты разрублен на войне. Хоть герой ты в самом деле, но повеса ты в полной. Александр Сергеевич был в самом деле. И вполне. Герой и повеса имеет донжуанский список, и бы расстрелил на дуэли. Все. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы, соображения? АПЛОДИСМЕНТЫ Не спорите. АПЛОДИСМЕНТЫ Так что, очень гармонично, как у Пушкина. Понимаешь, я думаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Это было красиво. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Леонид Михайлович. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вопросов нет? Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда я отвечу, пожалуйста. Вы сказали, что это полухудожественное, а к художественному трудно задавать вопросы. А это слушаешь, не как музыку, но до какой-то степени так. АПЛОДИСМЕНТЫ Другой не скажешь, а мы настроились, но я не знаю, из себя скажу. Я понимаю. Ну тут, я надеюсь, есть какие-то соображения научного порядка, в сущности, только они изложены в непривычной научной форме. АПЛОДИСМЕНТЫ Насчет романтизма и вторжения прозаизма в обыденности, или так, в предыдущей прозе клонят, повышение и понижение смысла, они ведь из этого сотканы целиком, как вы хорошо знаете. По-моему, это и пушкинистам еще недостаточно полно оценено. Но все знают о том, как это повышается и снижается в сцене дуэли Евгения с Ленским, или как это повышается и понижается в воспоминаниях Татьяны о могиле первой няни, где есть и романтических звезд, и сугубый прозаизм приописание, воспоминания об этом и делах. И таких мест много. И потом сами отступления знаменитые в Онигине контрастируют очень с общим ходом, иногда повышая тон, то есть приобретая очень высокоинтеллектуальный характер, а иногда оказываясь ироническими вставками и самонасмешкой, насмешкой над собой, и над своим героем, и над собой тоже. Но это все еще, по-моему, Кушкиновидение, насколько, конечно, я с ним знаком, знакомых с ним очень мало, все же, недостаточно оценено. А что касается невозможности задавать вопросы, я отвечу на вопрос незаданный, если позволите. Все-таки что это за девица, которую он поддержал под дежурой? Это Екатерина Васильевна Вильяминова, если увеличать ее, так ее увеличали в зрелые годы, или Катенька, как ее увеличали в пору ее девственной юности, Пушкин с ней познакомился в Тверской губернии, в имении Осиповой Вульфа знаменитого, который он часто и до Михайловского наезжал, и, как вы знаете, был влюблен по переменам и одновременно в двух младших дочерей, а Вульф был его другом. Может быть, мы тебе сказали бы, приятелем заказочным. А эта Катенька была двоюродной племянницей Вульфа и жила там же. И, по-видимому, Александр Сергеевич впервые увидел ее именно в Тверской губернии. А потом она, на это уже мое предположение, переселилась в ежоры. Что такое ежоры? Ну, я воспользовался интернетом, чтобы поискать его на карте. Я его не нашел на карте. Дело в том, что он на своем вене в карте и жоры никаких нет. Их, это было рядом с Петербургом, какое-то место, как я осторожно сказал, поселение. И нынешний Петербург его давно поглотил уже, вобрал в себя. Там значится название какого-то села, ну, какое-то, Беляево там или еще что-нибудь, бывшее село. А что тогда были ежоры, я этого не знаю по правде. Но я могу предположить, что это был не городок даже, а, скорее всего, усадьба. Усадьба, ну, поселение вокруг нее, куда она и переселилась. Усадьба, принадлежавшая Вольфу тому же. Вот. Поэтому из Питера ехать на юг, минуя и жоры, нельзя было. И оттуда он возвращался в Петербург. Вот. И вот, так сказать, географическое происхождение этого стихотворения. Ну, вот и все. Раз уж я попал на конец в Евгии, я еще скажу, если подводить несколько слов о том, чем я занимаюсь. Может быть, кому-то это будет любопытно. У меня сейчас ремиссия изрядная, поэтому я очень много работаю, очень много пишу. Я сижу за компьютером, сочиняю что-то и сочинил ряд работ в разных жанрах. В том числе, еще не закончил, я не знаю, может быть, брошу все-таки работу, посвященную анализу взглядов методологических Михаила Леоновича Гаспарова. Вот. Меня давно эта тема привлекает. Я изучил, особенно, второй том его избранных трудов. Вот. Изучил «Даль поперек». Вот. Там есть замечательная статья, вводная, методика анализа. А заглавлена она строками скотворения известного Пушкинского. Вот. И он анализирует скотворение. А в заключении, в переложении помещены в частности две статьи. Они впечатаны друг в друга, рядышком. И совершенно меня поразили, именно находясь вместе. Потому что одна статья о Лотмане. Ну, мы хорошо знаем высказывания и доклады Михаила Леоновича о Лотмане. В частности, он находил у Лотмана марксистский метод и приветствовал его. Хотя казалось бы, какое дело Гаспарова до марксистского метода. Но Гаспаров его совершенно принял у филолога Лотмана. И вообще, эта статья, по-моему, во многих отношениях замечательна. Потому что в ней Гаспаров, так сказать, шире самого себя. Я об этом говорю так сравнительно подробно. Потому что я не знаю, закончу ли я ее вообще. У меня есть некоторые сомнения по этому поводу. Он очень широк. Я бы сказал так. Вот в этой статье Гаспаров шире самого Гаспарова. Ибо он принимает и такого рода идеи, которые вообще-то его творчеству, биологическому не были. Свойственно, вроде бы. А здесь он их принимает. Об этом особый разговор. Я бы всячески приветствовал перепечатку этой статьи о Лотмане Гаспарова сейчас. Но рядышком. Всего на двух страничках. Статейка о Бахтине. Как Гаспаров относился к Бахтину, мы тоже помним. Он его презирал и относился к нему с отвращением. Интересно понять, почему это произошло. И тут тоже ряд очень интересных подробностей. Во-первых, относительно формы этой заметки его. Она непростительна для такого большого ученого, чем был Михаил Иванович Гаспаров. Она поверхностна. Она изобидует натяжками, мягко говоря. Она перечеркивает Бахтина без всякой серьезного раздумья на нем. Вы, наверное, знаете всю эту статью. Я не буду ее пересказывать. Но вот одна такая деталь. Лучшая книга о диалогичности, так называемой, Бахтина, это, конечно, книга Библии. Она вышла и была даже перепечатана давно. Задула того, как подписал печать Михаил Иванович этот второй том «Избранных трудов». Имя Библии там даже не упоминается. Зато есть ссылки две на какие-то статьи об Бахтине, которые, конечно, не сопоставили с книгой замечательной Библии. Это тем более актуально в Юге, между прочим. Потому что наша уважаемая Автономова, которая в своей книге вам тоже известна «Стопа» своего дяди, если я не ошибаюсь, Гаспарова, она тоже отбрасывает Бахтина, как я и верил Гаспаров. Она тоже топчет ногами Библии, она все-таки упоминает хотя бы его. И эта тема остается актуальной не только в наши дни, но даже в основном в Юге наших спорах. И вот я хотел написать обо всем этом и в виде паскриптума. Это любимая форма Авгаспарова. Помните, в конце его статей «Друг ПС». Паскриптума к рассуждению о Гаспарове. Но усомнился, в частности, в том, нужно ли мне спокойно Михаиле Леоновиче полемизировать. Эта тема для меня даже и лично захватывающаяся. Но об этом надо рассказывать отдельно. Ну вот. А теперь я хочу, может быть, в следующий раз когда-нибудь, уже в начале следующего года рабочего, я вам еще один такой художественно-научный урок доложу, который называется «Опыт филармонической поэзии» у Юлия Левитанского. И он впервые, как стыду или себя обнаружил, в Фейсбуке представлено мне это стихотворение замечательное совершенно. И пытаюсь его анализировать. Но там совсем в другом плане, чем когда я ищу Акушкину. Все. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам. Спасибо.